видео хроника товарищи я сейчас на озере лисе вот там вот где-то снимался один из первых выпусков уё где я вот только недавно приехав в грузию и первое время обживясь говорил вам свои первые мысли про иммиграцию то как она что в тебе меняет и всякое такое теперь я через две недели считай еду уже в америку ваху или я да осознаю ли я это вообще на сколько то процентов представляю ли я это реальным нет на ноль процентов абсолютно ничего не представляю ничего не знаю приехал своеобразно попрощаться с этим местом чтобы все где началось там и закончилось ощущение конца тоже нет кстати сейчас 12 августа через считанные часы самолет вот за мной находится комп который служил мне большую часть времени грузии это последний мой раз в этой комнате в которой я снимал последние полгода и комп я полностью очищаю все нажитые файлы удаляются состояние перед поездкой охуела я только сейчас догадался что мне лучше наверное было бы даже кофе не пить эти дни потому что бороться с состоянием постоянной тревожки и стрёма это просто пиздос да еще у меня новая стрижка я решил нахуй забрится притом не то чтобы я был особенно недоволен предыдущий просто сейчас честно говоря настроение сука рвать и метать я еду нахуй драться с нью-йорком и посмотрим кто кого запиздит я надеюсь мне вот пару раундов продержаться хотя бы чуть-чуть не в рублях заработать и дальше уже блять детали я последний раз стою с пейзажем нам тацминду спасибо тбилиси за эти полтора года это для меня много значило и дорогого стоило честно нихуя говорить вообще не хочется сейчас полная квартира друзей которые приехали провожать увидимся в аэропорту сегодня прямо сейчас в америку летают мои дорогие друзьяшки я ощутил чувство как в детском лагере когда смена заканчивается и твои друзья уезжают ты не знаешь когда ты их еще увидишь ты знаешь что зовут этот короткий срок вы успели крепко так подружиться проблема в этом детском лагере в том что друзья уезжают а ты остаешься я верю что мы когда-то все с видимся целую всех обнимаю все будем дома товарищи сейчас вы увидите без преувеличения самую интересную интеграцию за всю историю моего канала реально думаю вы миллион раз видели в клипах как музыканты стоят прям с инструментами иногда даже с усилителями в чистом поле в пустыне или в горах играют свой супер музей над которого сотрясается вся округа но вы когда-нибудь задумывались а возможно ли это в реальности представьте какого размера должна быть батарейка чтобы на протяжении целого концерта обеспечивать все это оборудование у меня есть для вас ответ человек которого вы видите на своих экранах это диджей лигрони и да он играет свой сет на скале как видите его стол ни к чему не подключен и работает полностью автономно вы можете посмотреть этот сет целиком он длится почти 40 минут этот стол функционирует благодаря встроенной мобильной системе накопления электрической энергии ее реализовали инженеры компании advanced energy на базе крупнейшего производителя полного цикла химических источников тока в россии а о энергия такая система способна бесперебойно выдавать 5 киловатт энергии на протяжении трех часов хоть посреди поля хоть на поверхности луны но там просто не очень много желающих при этом система работает бесшумно присутствует возможность кастомизации и даже масштабирование потребования заказчика благодаря модульной конструкции работает система с любыми возобновляемыми источниками энергии присутствует функция удаленного мониторинга статуса и заряда а срок эксплуатации составляет 10 лет подобные системы не требуют обслуживания и способны обеспечить уверенное бесперебойное питание в удалении от линии электропередач обеспечивая автономность работы во множестве сфер применения например питание музыкального оборудования осветительный и вспомогательной операторской техники и многих других систему показанную в ролике уже проверили реальным концертом успешно обкатали в 2023 году на фестивале электронной музыки и сейчас advanced energy принимает заказы на подобные проекты в различных сферах переходите по ссылке в описании чтобы узнать больше про advanced energy и их разработки а мы возвращаемся к ролику история состоит в том что я летал с детства и так не боялся до сознательного возраста после этого начал бояться 6 сегодня у меня три перелета и я уже пережил первый самое главное чего я не рассказал это вообще маршрут как вы возможно догадываетесь америка на другом континенте и добраться туда пиздец как непросто и из тбилиси особенно непросто поэтому мы уже прилетели из тбилиси в стамбул в аэропорт сабиха герчен типа того суть в том что нам нужно вообще в другой аэропорт который на другом конце города в него мы будем добираться два часа а общий люфт между перелетами у нас больше восьми часов это все время нам нужно прошароебиться при том что мы не знаем вообще сможем ли мы где-то посидеть полежать и все такое после этого мы хуярим еще сколько-то часов до каира в каире еще десять часов моемся хуйней и потом хуячим еще 12 часов до нью-йорка это трэш просто невероятно и особенно при том что я говорил что я аэрофоб но честно говоря первый полет прошел ну вообще нормально при том даже не то что нормально прям образцово показательно нас очень хорошо подняли очень хорошо посадили и ко всей этой поездки которые я морально готовился последние несколько месяцев как полному пиздецу пока что прям все хорошо а вот это мега круто это мечеть построенная в стиле аэропорта вот это я жестко уважаю новый аэропорт стамбула это просто нечто это реально прям жестко производит впечатление ну то что я сейчас показал не очень производит впечатление но сейчас я еще покажу гад дэм настя внесла лучшее из возможных подарков в наше путешествие в нем появилась три с половиной часа сна на настоящей кровати это было просто невероятно впереди еще полет три часа потом восемь часов ожидания и еще 12 часов полета но по оригинальному плану мы все это время еще и не спать должны так что все овощи наилучшим образом пока что вот это вот вот это вот все вот это вот отель внутри аэропорта вот чтобы вам просто был понятен масштаб папа 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 и вот там она кончается он блять огромный вот чуваки я не знаю только с американской визой так или с другими тоже но я не ожидал что вот в каждом аэропорту в котором я буду до моей визы будут доебываться я ее так с болью и трудом получил и каждый просто сотрудник что в стамбуле что в тбилиси ее пальцем трогает смотрит вот она там я ее сам не приклеил что там лупой вот туда вглядывается и всякой вот такой хуйней занимается вообще все каждый это можно считает нужным свою хотите не завидуйте лайфхак для всех кому предстоят долгие длинные путешествия честно пока мы это делали мы до последнего думали что это не сработает но есть короче банки у которых есть типа элитный тариф в это деньги в месяц но типа не очень приятные я не помню сколько я там за этот месяц отдаю ну условно там 600 700 рублей но суть в том что это позволяет вам заходить бизнес лаунжи в аэропорт и здесь куча бесплатной еды одна порция которой в аэропорту стоит как два месяца пользования этим банком и вот прямо сейчас я впервые в жизни если вы смотрели мы предыдущий дамы предыдущий ролик от этого вы видели что я фанат карте который в грузии продавался он оказывается турецкий и я впервые вижу кучу вот банок этого сока какой-то газировки и это все можно просто взять это окупается за один полет рекомендую всем ну тут не звездный мишлен конечно но при этом можно взять пасту нормальные мясные котлеты эти типичные турецкие пироги я вот не знаю как они называются но тоже действительно прям полноценный дадут тебе несколько кусков пирога и можно неограниченно за ними подходить там бесплатная газировка вода тут есть душ где-то есть тут игровые приставки nab zone то есть можно вздремнуть и никто вам не запрещает если у вас там супер сложный перелет реально взять завести эту карту один раз заплатить эти условные там ну даже если она у вас тысячу рублей будет стоить обслуживание в месяц то это позволяет вам неограниченно пользоваться подобными зонами одна сессия длится три часа и любой кто был в супер долгом полете он понимает насколько дорогого стоит возможность помыться к сожалению у нас нет супер до хера времени в этом шикарном лаунже но просто из того что я здесь еще видел здесь есть молильная комната какая-то я так понял специальная типа мини мечеть потому что она иконкой нарисованы я не понимаю что это такое есть массаж не сдадут бесплатный массаж это пиздец я сейчас отдаю за это я вот посчитал ну типа 1200 рублей но это при том что курс рубля пизданулся просто в исторический минимум еще прошлым летом это стоило мне типа пятихатку вот за все что я описал мультиконфессиональная молельная комната и две раздельные мужчин и женщин для мусульман оркестр блять оркестр оркестр блять йоу 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 это внезапное включение из будущего я уже три недели в нью-йорке и в этом бонусном эпизоде я хочу немного опровергнуть стереотип про нездоровых американцев прямо сейчас я иду прям по дороге это перекрытая улица огромная просто надеюсь здесь виден масштаб и ну не знаю километров пять наверное перекрыто ради огромной ярмарки ярмарка была настолько громкая что пришлось вернуться домой чтобы записать звук что на этой ярмарке что в америке вообще действительно очень много катастрофически нездоровой еды напитков на 120 процентов состоящих из сахара и всего в этом духе но также вы можете найти огромное количество продуктов связанных с уходом за собой обезжиренных безглютеновых без сахарных продуктов и различных биодобавок вчера в магазине я видел лейс со сниженным количеством соли например идя по этой ярмарке я заскочил в рандомную аптеку и да тут аптеки странные вот как видите стоит red bull а под ним баночки и еще баночки и еще баночки и еще баночки знаете для чего нужны все эти баночки а для всего концентрации детоксикации женского здоровья тонизирования и наоборот расслабления многие тут строят свой рацион с учетом сразу нескольких таких добавок я однажды несколько недель тестировал похожий продукт от рна и нейчерал пока еще находился в тбилиси ребята как раз вдохновлялись американским примером и современным западным подходом к лайфстайлу порошочек в банке был призван улучшить мою мозговую активность взамен кофе или энергетика ощущения от него были интересные если вы большой фанат энергетиков значит хорошо знакомы с эффектом когда после пары часов активности наступает удвоенная пассивность так вот от продукта рна и нейчерал такого эффекта нет дело в том что он не просто стимулирует а восполняет недостающие мозгу ресурсы от чего вы лучше сосредотачиваетесь меньше стрессуете и лучше запоминаете все это очень пригождалось мне перед ответственными дедлайнами а если вы студент и вам то и дело нужно что-то сдавать учите запоминать то это вообще мастхэв вам необходимо просто насыпать порошок в теплую воду и размешать я угостил этим свою тогдашнюю соседку художницу жасмин и она на моих глазах включила это в свой рабочий процесс и пила рна и нейчерал перед затяжными сеансами рисования и монтажа пока банка не кончилась по промокоду рна и сейн вы можете получить десятипроцентную скидку на этот продукт и заказать его на озоне довезут в любую точку россии настоятельно рекомендую попробовать возвращаю вас на три недели назад и вот мы в каире летели столько же только гораздо более неприятно и впервые при мне человеку стало плохо в самолете и несли кислород поднимали ноги наверх и всякое такое но все равно спокойно сели я походу теперь не аэрофоб история была такая что мы брали билеты очень дешево 45 тысяч рублей стоил по тому еще курсу типа три месяца назад стоил билет стамбул каир нью-йорк то есть пересадкой еще 15 тысяч стоил табилиси стамбул и вот на самом деле был вопрос от того что у нас огромные гэпы между перелетами в которые нужно будет как-то есть бить существовать решать свои вопросы и нужно будет еще менять аэропорт и т.д. не получится ли так что мы потратим гораздо больше денег пытаясь сэкономить в стиле скупой по плате дважды пока как будто нет пока как будто экономия все равно получается и плюс получилась такая своеобразная рассрочка потому что нам не пришлось выложить там 100 с хером тысяч на каждого в моменте получилось как бы это сделать с опозданием так что ебаные дешевые билеты которые похожи на издевательство над вами они на путешествие я рекомендую по удивительному совпадению как будто специально чтобы я вам смог донести свой поинт в каире я после стамбула в котором был супер охеренный новый невероятный аэропорт в котором соответственно вот это моя просто мастеркардовская карта она давала доступ прям ебовый лаунж я приехал в каир который предоставляет но просто план минимум прямо сейчас за мной вы можете видеть что в большая часть лаунжа это просто место где можно мягко сидеть для тех кто долго ждал следующего самолета он понимает что мягкость стула влияет на самом деле пиздец на все и что вам могут предложить по поводу еды вот в чанах которые прямо за мной когда мы пришли лежала такая классическая восточная еда был рис мясо и какие-то овощи в подливке которые вот какого вкуса восточного вы знаете вы в египет приезжаете здесь все так пахнет вот такая именно классическая национальная еда но опять же она горячая приготовленная нормальная и бесплатная для вас ну и плюс куча всяких там печенюшка прочего вот сделал себе кофе тоже опять же микроволновка есть и вам доступно при этом все там платное дьюти-фри и всякое такое опять же те кто был в затяжных перелетах представляют насколько сильно это делает погоду а мне еще четыре с половиной часа тут сидеть все чуваки через 15 минут посадка на 12-часовой рейс до нью-йорка вернее на юарка это рядом это в нью-джерси и потому что мы встретились американцем который вот сидел с нами в одной и той же комнате только он вылетал на час раньше и в аэропорт джей-ф-кей джон франклин кеннеди и нас еще спрашивает а вы чё вы-то в джей-ф-кей не летите мы такие ну знаете дело в том что мы из тбилиси изначально он такой откуда в общем диалог недолго продолжался сейчас мы смотрим такси на данный момент в нью-йорке 9 вечера и это прям ажиотажное время она стоит 100 долларов надеюсь будет поменьше 10 часов полета позади товарищи осталось еще два с половиной я специально купил таблеток чтобы поспать в итоге сильно поспал часов 8 и это самое лучшее что могло произойти что большую часть полета я все-таки продрыг но тем не менее пиздец тяжело и еще два часа не могу понять чем дело ну и что все на английском базарит и так что так что акают о и там на фоне смотрите это фотообои какие-то до москва ухите ёбаный рот ну конечно саратов впечатляет на данный момент ситуация такая мы очень долго ждали наш багаж и перед этим долго выходили из самолета не очень долго стояли в очереди но зато потом нас отвели в специальный полис департамент в котором довольно долго ебали вопросами обо всем про все и у меня нет сил этого рассказывать потому что я не курил наверное что в 15 сейчас блять начну массово убивать есть все вы не представляете мы наконец-то на улице и вот то что невозможно описать много снимали когда самолет приземлялся и вообще ну тут все другое вот реально ты выходишь мы сейчас в ньюархе и вот на этой зоне у аэропорта все другое ты подлетаешь к улицам ты видишь как дома расположены они вообще другие дорожные знаки вообще другие такси другие все вообще блять как мне надо поспать нет но после тбилиси ничего кроме сказать не хочет вообще невероят вообще невероятно вот реально мы сейчас едем на все это дело смотрим и реально невозможно поверить ты все это видишь и на как-то ты видишь ты видишь но она не укладывается вообще или все это как будто уже видел где-то знаешь как будто когда я спрашивала кого-то кто был в нью-йорке ну и как там имя ну как в кино я немножко не ну я думала что это в другом а тут реально так же походу вот где все эти декорации это хранились мы приехали просто на огромный склад декораций я здесь был в человеке пауке вот тут мы походу будем жить я хотел круто открыть так ну для кадра но какой-то палки держится короче чуваки это наше первое место жительства в нью-йорке просто охереть и вот но это окно вы понимаете эти придурочные окна которые открываются наверх здесь есть внутренний двор нам сказали что здесь довольно безопасно ничего плохого вообще не происходит поэтому можем не париться гулять в любое время нам сказали место с какой-то жрачкой сказали что это прям вот нью-йоркская нью-йоркская сейчас посмотрим реально знаете наверное первые впечатления должны быть какие-то просто вау шок офигеть они по-хорошему такие есть но просто реальность такова что когда вы переезжаете не в бизнес-классе где вам там массируют аккуратненько все ваши части тела то вы приезжаете сюда настолько заебаным что просто нет сил очень ни на что реагировать вот при этом еще тоже без иллюзий про наше финансовое положение и у меня и у насти еще до хера работы и именно нам на у нас вот есть супер маленькая комната которая вот настолько маленькая и у нас в ней есть шесть дней если мы не найдем за шесть дней себе постоянное жилье нам пиздец влетит в копеечку проживание тут искать что-то другое это вообще пиздец потому что это было одно из самых нормальных и дешевых при этом поэтому времени мало дел много усталость накоплено за двое суток пути три континента три самолета блять и все остальное но мы в нью-йорке наконец-то первый американский мил глобальная стоимость этого 20 долларов настя экономит на свои речи и заимствует в свой влог мою ну ничего за двоих поговорю так чикенбургер выглядит примитивно но возможно в этом и фишка и чизбургер тоже самое опять же вот тебе хорошие картинки там 20 долларов с одной стороны дохуя с другой стороны мы из тбилиси первый поход в магазин притом в какой-то вообще совершенно рандомный на улице не какой-то сетевой понтовый или что такое вызывает чистый ахуя от ассортимента там тоже вот в грузии по мясу было сложно просто в первым попавшимся если цены это каждый раз типа очень обсуждаемо насколько это ок или не ок но просто каждый продукт имеет два с половиной миллиарда вариаций на 45 полках детское питание в количестве дохуя какие-то консервы которые просто никогда в жизни не видел хлопья блять суперменом бэтменом капитаном маху и больни что смене блять мы сейчас в бруклине как нам сказал чувак который сдает нам жилье это довольно спокойное и тихое место то есть бояться здесь нечего но честно говоря вот мы сейчас вышли просто на улицу где много магазинов здесь в принципе везде много магазинов и ну вот на этой улице особенно пиздец это одна сплошная сенсорная перегрузка все свистит горит блять какие-то чуваки разложили столик продают на нем скрученные косяки ходит мужик кричит вода за один доллар вода за один за два это было исти да 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 я все слушаю вот тоже сейчас прошел чувак почему-то без футболки что-то объяснял какой-то белой девочки реально я не успеваю справляться с количеством всего что происходит даже просто описывать это и как-то воспринимать шокирует вообще все удивляет вообще все желтый школьный автобус буквами на еврите вообще я надеюсь я к третьему дню смогу хотя бы мысли формулировать в одну какую-то line главное организационное совершение за сегодня мы оформили сим-карты стоить они нам будут ну вернее мы уже заплатили по 15 долларов за месяц опять же с нынешним курсом жителям россии наверное это кажется полным пиздецом но во-первых я довольно похожие деньги отдавал в грузии а во-вторых все остальное если вы вот хоть раз гуглили ценники на основных операторов типа t-mobile и tnt и других американских там суммы гораздо хуже мы сегодня зашли ради интереса и нам предлагали по 150 долларов на двоих то есть по 75 с каждого в месяц по 75 долларов в месяц и духу я кто здесь так платит притом более того я там сейчас смотрел обзоры перед тем как подключить вот и там чувак видит тарифные планы и такой ну да я беру за 65 мне просто нужно та хуйня та хуйня и т.д. блять представьте уровень жизни да короче anyway есть минт и google fee это новые сервисы которые используют чужие вышки они владеют собственными поэтому у них выгоднее тарифы вот и теперь у нас есть американские номера и мы на связи в городе первое главное выполнено днем было очень жарко после тбилиси не так уж сложно это пережить но к вечеру погода стала прям замечательной прекрасной и сейчас у нас будет первый тест нью-йоркского метро легендарного но конечно мне теперь ясно что я рассказывал что в тбилиси стал гораздо меньше слушать музыку в наушниках потому что в москве постоянно выходишь на улицу там херачишь куда-то в метро обязательно в наушниках потому что иначе очень сильно давит окружение вот а так есть возможность прям как-то нормально сосредоточиться и я понимаю что здесь я снова к этому вернусь потому что темп просто бешеный обращаю внимание насколько метро изящно вписано в город это вообще супер какой-то незаметный фрагмент улицы который вот так вот аккуратненько просто маленькая лесенка и это уже собой почему тут и все я пока не знаю потом расскажу я отговаривал считать крыс мы вошли в метро в первый раз жизни и тут же ее увидели сразу вообще здесь не то чтобы прям неприятно то есть типа да нету этого шика японка как у советского метро на улице сидят щеночки надпись лето любви 500 долларов скидка цена каждого щенка временное лимитированное предложение там что-то еще еще щенки лимитированная цена на щенков среди улиц внутри этого магазина щенки и цена них 3300 долларов еще три тысячи долларов две с половиной тысячи долларов милашечка этот красавчик еще три тысячи долларов вот бешеный три тысячи долларов спокойный четыре тысячи долларов не ребят ну знаете по первому каналу все-таки не всегда врут все-таки не всегда сейчас движемся в сторону тайм-сквера все вокруг вызывает это ощущение знакомости и новизны одновременно все хочется снять остановиться зайти на сегодня только первый день мы на самом деле тоже на энергии чистого инвестигейтинга двигаемся потому что реально сил все еще никаких все еще нихуя не спали но это просто это поражает реально вот именно какое-то выразить однозначное отношение к стилю нью-йорка и какой-то его организации тоже конечно нужно прям время чтобы с этим всем ужиться потому что видите но вот тоже я был в разных городах в котором есть это переплетением нового и старого вы разные городах в котором которых есть переплетение именно вот супер богатство и или и супер нищеты до был в разных городах сколько в которых соседствуют в супер обеспеченные люди не очень обеспечены но такой и контрастности и перемешанности и интенсивности я вообще никогда в жизни не видел и не уверен, что такое вообще еще где-то есть забавная вещица про Нью-Йорк я слышал, что в Америке вот везде дороги пиздатые кроме Нью-Йорка и можно понять, почему вот здесь такой микс этих покрытий но даже при всем этом возникает пиздец какое желание либо купить здесь скейт, либо довезти сюда вел я и то и другое сделать хочу потому что город ровный очень много выделенных полос притом очень много и так и вело и скейтового транспорта ездит то есть куча чуваков уже раскатываются все к этому привыкшие притом тоже мы сейчас в туристическом месте и мы ходим именно как туристы тупимо останавливаемся во внезапных местах перекрываем велодорожки и всякое такое как будто все к этому готовы то есть именно вот городской флоу он какой-то ну уже гармонизированный и со скейтами и с велосипедистами и это конечно вообще круто очень хочется стать частью именно этого движения вот и опять же пешком понятно долго и наверное единственное место вообще одно из немногих в Америке где можно действительно нормально пешком куда-то добираться однако тем не менее долго а на машине ты всегда стоишь в пробках и я вообще в этом кайфа не вижу никакого а вот как раз все промежуточные виды транспорта как будто прям самое то чуваки мы на Таймсквер это одна огромадная перегрузка просто всем реально вот знаете мне кажется эти сны маркетинг-директора под ксаноксом выглядят как Таймсквер вообще вообще конечно я думаю что реально все кто в Нью-Йорке живут они этого места скорее избегают потому что здесь безумно много народу все бегут спешат всем что-то капец как очень надо но вот как первое впечатление это просто это просто ни с чем не сравнимо это именно ну вот знаете вот на это смотришь и прям отчетливо понимаешь куда именно ты попал я конечно это видел на видосах но своими глазами в аптеке увидеть пиво это сильно американские доктора рекомендуют 12 банок монстра по скидке sorry я снимаю себя это легендарные cup noodles я миллиард раз их видел как я думаю и вы по вкусу они на самом деле не особо отличаются от дошираков и всего такого ну типа чуть-чуть другие но если вы ели там вот разную подобную готовую лапшу то вас ничем не удивит но ребят как известно дизайн это половина вкуса и за счет этого она прям очень вкусная плюс поесть знаете за полтора доллара это неслыханное удовольствие тут так что наслаждаемся как можем этот безумно длинный и возможно самый важный день моей жизни подходит к концу это не значит я иду спать я иду работать до завтра и у ю ю второй день нахожусь в одном из парков бруклина и сейчас на супер типичные штуки для америки которые тоже видел много раз фильмах до этого не осознавал что это американская штука делать в парке огроменную лужайку на которой люди просто сидят там бегают собаки и всякое такое очень приятная особенность на самом деле его для тех кто думает что у меня интеграции есть и бусти и всякая штука и разные источники дохода и я реально на жопе сижу ровно ребят нет я думаю что в каждом новом дне в этом влоге будет меньше фрагментов чем в нулевом и первом дне потому что я работаю буквально каждый день и вот в день с тремя перелетами и в первый день в нью-йорке и вообще во все дни а мы неизбежно работаем там вот сейчас на фоне настя сидит работает я да запишу этот кусок и тоже буду работать поэтому товарищи дайте денег но конечно кроме шуток и жалоб я сегодня еще и выспавшийся то есть значит это еще и лучше чем вчера на таком настрое будем сегодня херачить охуенный общественный туалет просто охуенный лучшая новость второго дня в нью-йорке пицца из заведения пицца за 1 доллар но правда эти стоят по 275 однако же она весьма себе сносная вообще заебатая пицца по уровню ну типа лучше чем в любом боулинге точно нет это это обычная пицца для нью-йорка это супер дешево теперь я мыслю такими категориями сейчас заканчиваю монтаж предыдущего ролика и я понял что я не говорил про то где мы живем и как если вы смотрите этот влог ориентируясь на супер экономию то вот на этом пункте можно было сэкономить потому что мы живем в бруклине и каждый день здесь по сути стоит 100 долларов мы сняли на 6 в надежде на то что найдем за это время квартиру и сейчас собственно активно этим заняты теоретически можно было жить гораздо дальше но понимаете и метро стоит 275 и время деньги и таким образом конечно можно снять что-то дешевле в районе подальше но это имеет смысл только если вы будете искать себе жилье в районе подальше потому что таким образом ну как бы ясно что вы будете тратить время на поездку к этим вариантам на ориентацию в новом пространстве каждый раз т.д. поэтому ситуация такая я к чему за 100 долларов я сейчас сижу в пол подвале здесь нет кондиционера и монтаж стоит на серьезных усилий и собственно сесть наверху особо негде а здесь вентилятора нет чуваки эта ситуация это просто пиздец я купил ложку для обуви в нью-йорке сегодня потому что у меня вансы сложно надеваются вот что с ней уже случилось и дело и я не успел еще начать вставлять туда обувь и сейчас тут еще блять ручка дело в чем вы видите я не прикладываю вообще усилий это блять как печенье прикольная особенность нью-йорка постоянно летают самолеты здесь несколько аэропортов и это еще больше добавляет городу этой движовости вообще офигенно и по поводу того что он грязный это дело не в количестве мусора реально на самом деле но но не сказать что мусора прям много но из-за того сколько здесь всего то есть то же самое сколько стикеров объявлений сколько разных домов сколько разных людей сколько людей начинают спонтанно что-то продавать на улице при этом я так понимаю не все делают это законно поэтому в один день они продают другой день на них видимо полиция доебалась они уже не продают тоже кто-то приварковал велосипед то есть просто в принципе из-за того сколько взаимодействия с городом происходит вот кто-то вот почему-то там сейчас лежит окно хуй знает почему и вот это в общем создает ощущение какой-то перегруженности и заваленности всякой хуйней как и знаете богатый чувак который покупает вещи и не успевает для них находить места конечно часть из этого просто мусор но опять же дело не в мусоре а вот это походу то что называют проектами так здесь называются немногие построенные панельные дома фишка в том что вот вы слышите от урбанистов типа варламова про неизбежную геттоизацию подобных вот мест и что русские панельки они тоже все придут неизбежно в состоянии гетто это все взято из опыта именно американцев которые такие построили начали вселить в них малообеспеченное население и это в итоге сделала гораздо хуже и районы из-за этого навсегда оставались таковыми потому что в них кроме этих проектов ничего нет и соответственно полноценной жизни выстроить невозможно и вот именно эти самые проекты мы сейчас видим правда мы сейчас пиздатом районе и это произошло далеко не совсем таким жильем а основные места с этими проектами это бронгс и прочие районы в которые мы вообще не пойдем приколы из дешевого магазина 2.75 для русских ничего дешевого больше не осталось нет это принглс и соус разделенные на 12 вот таких кусочков ну кстати это не слишком дорого за такой прикол дес коллаборация лэйс и доритос мои вчерашние нулз в дешевом магазе за 165 3 штуки вот чуваки я сейчас совершенно просто в рандомный момент включил камеру еврейском районе и как вы понимаете со всех трех сторон есть может неправильно буду употреблять термины и здесь реально во всем районе все люди одеты соответственно вывески на еврите и мы буквально прошли 20 минут от нашего где в основном черные и фишка в том что вот эта вот тема что такой район и сякой район это умозрительно видно тут же и то есть меняется и внешний облик города и население даже района чуваки тут даже продаются кошерные телефоны пока в остальных сервисах предлагают там iphone бесплатно за то что ты подпишешь контракт на 45 дохуеленов лет здесь кошерные раскладушки и фича в том что с ними реально тут все ходят конкретно в этом районе сейчас настя погуглила это оказалось еще интересней оказывается кошерные телефоны обладают специальной прошивкой потому что необходимо чтобы телефон не имел доступ ни к чему лишнему и совращающему в том числе не должно быть ни камеры должно быть доступа в интернет и всего прочего и фишка в том что камеру закрывает логотип производителя остальные всякие лишние функции удалены программная и в этом состоит именно вся суть кошерного телефона охуеть в шейк-шеке это бургерная ты мало того что берешь себе номерок ты еще и вводишь свой номер телефона вводишь свой номер телефона при заказе и тебе отправляют смс-ку о готовности заказа future is now что хочется сказать по итогам второго дня а конечно главной задачей для нас все еще является на ход новой квартиры и пока у нас не на ход ну то есть мы не рассчитывали что найдем ее в первые прям пару дней закладывали на это 6 и прямо сейчас вот у нас сегодня днем был разговор с одной владелицей она спрашивает жильцов согласны ли они что мы будем жить вдвоем потому что планировалось что эта комната для одного человека то есть понимаете как бы именно прямых простых вариантов вообще нет потому что все самые нормальные варианты они подразумевают охуелое количество документов у нас этих документов естественно нет и собственно этот вот огромный перечень документов он нужен для того чтобы людей фильтровать в районе вот мне кажется та штука которую я вам сегодня показывал она сохраняется и поддерживается за счет того что люди следят за тем кто в район въезжает в этом плане тоже есть лайфхаки всякие русские группы русские газеты и много чего другого и реально брайтон бич на самом деле вот так посмотря просто по объявлению квартир отличная штука на первое время если вы русскоязычный чувак то брайтон бич это возможно ваш вообще главный друг на первое время в нью-йорке но у нас из-за расположения настиного вуза это слишком далеко это априори не подходит поэтому нам приходится изъебываться сильнее собственно то к чему приведут наши изъебоны вы увидите в ближайших днях я пока просто надеюсь на лучшее и надеюсь что комната которую мы снимем сможет вмещать одновременно и кровать и стол ну и конечно нельзя не сказать что стоит здесь все просто пиздец просто пиздец то есть понимаете в принципе ну странно было бы быть к этому не готовым мы про это знали мы про это думали мы это по-разному считали мы проходили разные стадии принятия но вот для меня сегодня я вот там показывал в нарезке продукты прикольные я сказал из дешевого супермаркета называется family доллар честно ребят для меня вот этот family доллар за сегодня был самым охуенным открытием который просто показал мне что в нью-йорке ну тут я даже не знаю как сказать понимаете до этого вот ты приходишь в магазин смотришь например чипсы 5 долларов 500 рублей другие еще чипсы 10 долларов 1000 рублей блять чего смотришь и вы так понимаете все цены они какие-то именно охуелые а вот в этом family доллар не то чтобы прям дешево но процентов на 30 ниже ценник если есть один такой магазин значит есть другие какие-то такие магазины и в принципе в этом отношении можно как-то изъебнуться и как-то вообще прожить и собственно часть вот нынешнего быта теперь это видимо активно искать способы вот в нью-йорке куда зайти заглянуть залезть и пройти по пятой ссылке чтобы взять что-то дешевле это теперь видимо будет daily routine главное чтобы она увенчивалась успехом да кстати некоторые части моей аудитории эта тема интересная я очень долго был пикселеводом жил с пикселем 3xl года четыре наверное и думал переходить на следующий телефон снова купить себе google пиксель но потом посмотрел что-то одним глазком взглянул на айфон начал сравнивать 7 пиксель с 13 айфоном потом с 13 про потом с 14 про и взял себе 14 про никогда столько денег не тратил на телефон но чуваки я взял его из за качество видео и весь этот влог снят целиком на iphone отбиваю технику как могу я честно говоря очень доволен качеством картинки не знаю оставлю это в видосе или нет если вы это все-таки увидели напишите насколько это было уместно но я это к чему вспомнил пиздец рука затекает этот айфон держать короче товарищи на этом день 2 подходит концу вот сейчас я короче рукой махну и будет уже яркий день солнечный нью-йорк утро отражается от асфальта и гуляют какие-то ёбнутые все как я и говорил в принципе сейчас уже без 27 вечера я понимаю что я очень мало записываю на третий день но ребят я сегодня встал в 9 утра чтобы по россии успеть как можно раньше скачать и выложить ролик все утро занимался доделыванием дел по ролику очень торопился к российскому времени все успеть успел к нам пришел хозяин нашей квартиры это молодой чувак решил с нами поболтать и у нас был первый в истории разговор с американцем прям долгий он по происхождению китаец но говорить на английском прям шикарно превосходно и больше часа мы хуярили собственно я честно говоря и с собой и настей очень доволен в плане того как мы вывозим это общение находим слова нам хватает уровня и вообще в этом плане все круто вот единственное конечно типа вот час разговора на английском именно такого сложного где эти постоянно нужно анализировать думать вспоминать слова строить предложения и жесткая усталость я понимаю что даже вот я человек разговорной профессии до час разговор на английском для меня сейчас это высасывание сил жесточайшие актуальная цель все еще найти квартиру и я удаляюсь ей заниматься так трагедия боль ужас очередное наебалово русских в нью-йорке я когда покупал вот это сначала думал это вообще оливковое масло потому что но на час оливковым маслом очень вкусные потом прочитал vinegar это уксус я подумал ну ну уксус ну чё-то добавили какой-то странный вкус оказалось тут пиздец какой вкус уксуса эти чипсы реально прям кислые 350 за прям полную хуйню я не знаю кто это есть это есть просто невозможно по поводу поисков квартиры все дается не то чтобы прям просто скорее сложно сегодня созвонился с каким-то рандомным риэлтором русским которого зовут эдуард и чувак был но сразу вот реально разница между русскими и американцами с которыми приходится контактировать русские прямо вот на таком уставшим и чувак мне унылым таким наставляющим тоном рассказал что квартир нет в городе квартир нет очень воодушевляюще но чувак сказал типа я выйду из отпуска вам помогу он слишком поздно выйдет из отпуска короче мы сейчас ищем все остальные варианты но как будто движение есть нас в одну квартиру прям одобрили но только опять же не в квартиру а в комнату и эта комната слишком маленькая чтобы там жить поэтому мы пытаемся совершить какие-то еще движения жопой чтобы может найти что-то лучше но знаете минимальный уровень мы уже прошли что при достаточном движении жопой если начать типа за неделю заранее перед поездкой двигаться и уже получается три дня в городе вы можете найти себе как минимум что-то это чем 1800 1800 за очень небольшую комнату в астории если вы ничего не знаете про нью-йорк это звучит как полное безумие если что-то знаете про нью-йорк это звучит воодушевляюще еще одна находка доступной хавки что-то мой блог становится все более и более формальным и таким знаете бытовым и простым но для меня это сейчас важно курица с какой-то штукой которая не уверен даже что это рис но с какой-то хренью похожий на рис 5 долларов выглядит круто и если чего эта штука вся жестко горячая то есть еда прям конкретно готова к употреблению и здесь вот это тилапия это рыба и за 5 долларов вот такие порции опять же мне нью-йорка это невероятно круто иногда хочется просто залипать в то что здесь продается это походу алкоголь но насколько у него у всего разные не похожие на друг друга интересный дизайн блин я хочу попробовать что не самое интересное а это вообще это точно ральф стедман 200 процентов 200 процентов до ральф стедман офигеть какие иллюстрации господи к вопросу о кофе очень много готовых вариантов очень много вариантов сиропов которые вы в кофе можете добавить и вот такие охуенно стильные стеклянные бутылки cold brew притом разных видов разных стилей тоже очень хорошо задизайнерных конечно не дешевых но черт подери это вообще круто естественно все во всем этом бешеное количество сахара при этом это абсолютно не скрывается то есть вот именно вы можете посмотреть сколько сахара каждый раз там на 100 грамм или 100 миллилитров напитка но этот весь американский тик ток заполнен тем насколько они охуевают сколько всяких компонентов содержится в их продуктах которых не содержится в их европейских версиях и насколько много всякого говнища американцы выпивают каждый день а теперь и мы просто вода стопроцентная родниковая вода история про то как они запихнули в тетропак воду можно подписать чья это вода это место чтобы это подписать еще какой-то текст про воду блядь теперь я видел все первое необъяснимое нью-йоркское насекомое так ладно ты жил здесь до меня оставайся итоги третьего дня который с точки зрения влога наверное наименее насыщенный из всех что были потому что мы заняты уже такими обычными рутинными делами работами и всяким таким и короче какие проблемы какие успехи главное есть что квартиры снята какие проблемы есть все остальное но конечно что хочется сказать про само состояние ощущения вот знаете если вы когда-нибудь себе сильную какую-нибудь рану оставляли вот у меня однажды был момент что я разодрал локоть так что у меня просто вся рука после этого была в крови когда я ее опускал и она вот потом еще текла да вот прям жестко себе огромный кусок кожи содрал первую минуту может даже полторы вы даже не чувствуете боли вы в каком-то шоковом состоянии которое как будто вот нужно биологически для того чтобы вы получили ранение и до того как охереть от боли успели принять стратегически важные решения там вас тигр один раз поцарапал вы должны быть в достаточном сознании чтобы начать уебывать от этого тигра и не думать о том как вам больно и вот по-хорошему мы сейчас находимся вот с точки зрения переезда вот в этом этапе когда только получили царапину потому что все делается вот на таком вот ахуе меня сейчас друзья поздравляют мне пишут люди как они за меня рады пишут что кто-то уже что мне подходит нью-йорк я потому что и куски этого влога пересылаю своим друзьям раньше времени и люди в ахуе но я понимаю что я вообще на 2 процента осознаю что на самом деле происходит потому что сейчас вот такое состояние очень сильно сжатых булок для того чтобы сейчас все получилось мне нужно держать себя в руках но вот интересно дойду ли я до состояния какого-то первого выдоха и осознание концу недели или концу года так или иначе у вас будет шанс за этим проследить переношу вас следующий день четвертый день начну с того что поделюсь с вами своей классической трагедией в очередной раз доктор ли все сломался это если чего у меня регулярная ситуация это происходит уже третий раз во время моего переезда ну вернее там не все разы во время переезда были до короче с трудом х эта фигурка переживает мои смены места жительства и тоже со самое я понял что в самом начале блога я говорил про велосипед у меня пока вообще нет времени про это подумать и ровно то же самое вот сегодня впервые созвонился по секте сейна но пытаюсь как-то держать знаете свои процессы но конечно они вообще с очень большим трудом держится потому что вот организация просто в городе занимает сто процентов времени стремно страшно да мы боремся сейчас настя пошутила вообще прикольную мысль озвучила которая по моему очень точная про ощущение от разницы того какие люди вот просто в городе и в нью-йорке ты реально существуешь как будто среди кучи npc которые говорят какие-то фразы при том часть из них это реально реакция на тебя сейчас чувак из разряда объезжал нас по тротуару на велике и он продолжал говорить фразу когда уже уехал от нас и он не то что нас хуями крыл а там была какая-то фраза в духе здесь много велосипедов да будьте осторожнее велосипеды то есть он просто как бы решил изъясниться нам да все он просто решил изъясниться на эту тему прям в моменте и за здесь гораздо свободнее люди себя чувствуют в общем он это просто говорит я не хочу здесь какой-то совсем вот этот вот галимый спич про свободу и несвободу задвигать но не принято в россии просто на все пиздеть на улицах здесь это гораздо более обыкновенно и поэтому все всегда говорит реально как вот в гитар шесть мы еще вчера были в магазине когда в family dollar и там была женщина и мы что с ней столкнулись и она сказала что из серии ой извините потом начала поговорить сама собой типа так а что я вообще искала так ищу чипсы и идет сама с собой разговаривать на английском звучит супер антисишно это прикольно что не прям озвучивать свои мысли вслух что делают то и говорят это так классно не знаю что ну я абсолютно нормально себя в этом чувствую короче круто а сохранила какой-то вот знаете какой-то колорит эпохи в плане своего обаяния то есть вот смотрите это вход на станцию история и она такая как бы миленькая аккуратненькая вот вход он не помпезный он такой какой-то простой дачный то есть да сделан из металла и все это индустриальное величие оно есть но пытаются сделать аккуратно но это все вот в такой громадине и это громадина блять гордится тем какая она громадная и мощная и массивная ничем не прикрытые огромные железные хуёвины с бетонным основанием вообще и это мило вписано в город я тоже был здесь в игре человек-паук но конечно как живут люди вот в домах которые типа ну вот настолько близко к ней при том ты пока едешь ну или вот тоже да понимаете где эти окна находятся и когда здесь едешь ты думаешь в основном об этом и при этом видишь каких-то чуваков которые сидят просто на своих балконах и чего опосят почему здесь есть чуваки которые сидят с вот такой кучей вещей целыми днями они явно бездомные для меня вопрос это какие-то бездомные накопители или это какие-то бездомные которые хранят вещи других бездомных еще какая-то тема с собаками называется доу за долг это просто дом за которым никто не ухаживает и поэтому его все засирают как хотят но блять но стильно же одновременно и нравится и не нравится штука которая прямо сейчас за мной это то она что жестко жаловали жители нью-йорка потому что на них там потратили кучу типа денег и они как-то не так работали но капец это прикольно потому что она действительно показывает интересную информацию про улицу и прямо сейчас когда мы стояли он показывал актуальный счет бейсбола чтобы если ты куда-то пошел там на автобусе едешь и у тебя там нет интернета ты мог следить за бейсболом и что реально полезно ли это кому-то вот такой вопрос что это больше действительно понт или юзабилити да но выглядит мощно мощно бомб и работают как же они любят в ебать кондиционер на полную я хожу по улице в шортах и футболке тут очень жарко на улице а в магазине так холодно блять сейчас короче произошла типичная эмигрантская ситуация когда ты хочешь сделать какую-то элементарную блять вещь у тебя она не получается по супер непредвиденным причинам и тебя пиздец бесит что ты не можешь даже самые обычные штуки иногда провернуть как например поесть мы решили блять ну поесть супермаркете типа купить себе сэндвичи чтобы это было подешевле и рядом вот был парк в котором я нахожусь мы собственно сели вот там где сейчас сидит какой-то мужик и нас окружило огромное количество ос реально штук пять ос появились из ниоткуда они залезают в тарелки вокруг кружат мы тоже как бы зная про местную медицину нам вообще нахуй не нужны приключения я еще знаете когда меня что-то отвлекает от еды да мне куда-то надо со мной тут разговаривает или чё-то такое ей очень быстро в себя блять запихиваю в итоге никакого удовольствия в итоге нихуя не поели я буквально ел наворачивая круги по этому парку чтобы осы до меня не доебывались и на этом вот раздраженном настроении давайте постоянно хвалю америку ща поругаю то где мы находимся реально милый парк и здесь вот прикольно сделано что это бетонные местечко приятное здесь все сделано в греческой тематике не знаю какая у этого парка истории все такое но о каких минусов я хотел сказать что мы сейчас в астории до манхэттена отсюда типа 20 минут на метро и вот не знаю воспринимается ли так это на видео но вообще если всмотреться но выглядит довольно захолустно но в плане какие-то блять натыканные в 10 рядов вывески все разные нет вообще никакого этого там не дизайн кода ничего здание все разные высоты тоже в основном какие-то коробочные ну то есть ну блин вот туда показываешь уже как-то более прилично но вот таких каких-то участков до которые как-то вот хаотично сделаны и вот в общем этого хаоса тоже видите вывески ободранные принципе именно состояние некоторых вещей в нью-йорке она удивляет то есть возможно это как-то связано с тем что здесь действительно хороший спрос и условно если вы там вьетнамцы открыли свое вьетнамское кафе 20 лет назад у вас уже выцвели вывески но у вас постоянно есть приток клиентов который годами сформировался то можно и вывески не менять но для меня реально странно что в нью-йорке могут быть пиздец какие выцветшие просто вывески с едой в том числе внутри кафе вот тут заходишь я уже во многих такое видел что прям настолько старые фотографии что почти неразличимо блюдо которое на них изображено и мне просто непонятно как такое может выживать возможно в этом есть какая-то фишка в духе если обновить на новые то она станет выглядеть слишком дорого и целевая аудитория туда заходить не будет может такое объяснение но вот много чего здесь находится в каком-то состоянии упадка которая как будто нью-йорка не свойственная и странно как она здесь выживает при такой конкуренции при том что рядом с ним может быть что-то супер новое охуенное шикарно задизайненное и поражающая на оборот своей новизной и крутостью если у кого-то есть вменяемое объяснение каким образом в нью-йорке живут бизнесы которые там не могут себе вывеску сменить с выцветшей напишите в комментах не очень интересно а вот яркий пример истории про сохранность частной собственности здесь вот как бы хоба хоба и на фоне здоровенных домов стоят частные небольшие домики хозяева которых в рот ебали чё там вокруг них строят и они их просто сохранили как им нравится а вот это вот кстати можно увидеть классический американский кондиционер который встроен прямо в окно однако таким людям не всегда живется сладко просто охереть это насколько не сладко можно понять по количеству знаков на его участке бойтесь собаки не паркуйтесь мы снимаем на камеру осторожно но парки на дуай уэй пиздец вообще вообще в нью-йорке есть свой злостный охуелый вид тегинга вот на этой решетке кондиционера вырезать нахуй свой тег это конечно зверская порча частного имущества при том ни в чем не повинных людей их кондиционеров это никак нельзя пофиксить я это я это подмечаю но не одобряю охуеть то что я увидел только что я несколько раз уже смотрел и только сейчас вдумался в то что это бобоубежище и это старый дом явно и я много уже таких видел в этом районе это видимо реального времена холодной войны вешали эти вывески блин нужно про них тоже почитать офигеть трудно объяснить на это похоже действительно пожарный офис а это друзья америка саке важный этап всего переезда закончен можете мне пожать вот руку через экран мы решили что в едем в ту маленькую комнату дело в том что еще варианты как будто были но это были варианты на уровне мы написали чувакам на фейсбуке и они вроде начали нам отвечать потому что большая часть вообще не отвечают а тут через знакомых 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 через вот 8 рядов этих знакомых нашлись какие-то чуваки которые шерят квартиру и мы сможем вписаться в комнату там комната маленькая дорогая типа 1800 долларов если бы жил один из нас то стоило 1600 а так 1800 зато она в районе астория и по расположению это супер это 20 минут манхэттена и знаете вот я в ней побывал и она выглядит как стереотипная первая квартира в нью-йорке как это бы сняли в каком-то сериале типа знаете что у нее действительно странный вход который еле заметен потому что он рядом с огромной вывеской магазина этом кафешке там поднимаешься по узкой лестнице на самый верх и там одна комната в большой квартире короче вы знаете такой анекдотичный сюжет из мегаполиса вообще в принципе здесь если начать видеть свою жизнь как американский фильм или американский сериал то это уже нельзя развидеть это действительно прикол прям есть потому что вот тут бывает увидишь какую-нибудь технологию которая для тебя новая ты никогда не видел она тут уже устаревшая типа например тут дверь когда ты выходишь не нужно закрывать на ключ она всегда закрыта снаружи а изнутри ее можно всегда свободно открыть то есть понимаете и это при этом супер старая постройка это тысячу лет существовало в магазинах есть двери вот такие которые открываются перед тобой то есть это не то что новый магазин с вот такими раздвижными дверьми нет а старая железная дверь но она вот так вот хопа ездит и видно что ей ну типа ну лет 30 минимум то же самое у них в раковинах стоят измельчители отходов то есть действительно вот чего угодно у тебя в раковине есть нажал кнопочку лезвие это измельчили смешали и все и разница этого уровня жизни при этом даже прошедшего меня супер удивляет и я конечно понимаю что я во многом к этому и шел это такие очень простые материальные вещи но это частности которые очень много говорят о развитости общества и как бы городов и всего сразу в целом кстати у секты сей на новый дрог посмотрите какой красивый футболочки продаются и доставляются по всей территории россии и мы еще в этот раз очень красивые промы сделали зацените посмотрите купите носите и кайфуйте решил начать свой пятый день в замечательном городе нью-йорке с очень интересного видеофрагмента чем отличаются американские толчки этот старый по моему прям такой культурный элемент вот с этой ручкой и рядом с ним батарея но в чем фишка внутри когда он смывает когда он смывает вода сначала поднимается после этого начинает закручивать все свое содержимое и потом резко опускается вниз это выглядит как будто специально демонстрирует тебе все тобой произведенное с разных сторон и в интересном ракурсе и после этого она исчезает навсегда и понимаете воды прям много а потом становится еще больше и у меня каждый раз это создает ощущение какого-то коллапса теперь о менее интересных вещах тот самый обед за 4 доллара сейчас будет протестирован он был настолько подогрет в штуке которую я показывал в предыдущих днях что мы его 20 минут внесли он до сих пор теплый вкусовые качества будут описаны после поедания этого целиком забыл очки поэтому расскажу вам с прищуром в итоге это еда за 4 доллара была просто супер классная опять же свои деньги потому что вот вы знаете как обычно мясо накладывают сверху а там внизу дофига риса тут вообще ничего подобного тут наоборот было мало риса а мясо в двух порциях было настолько много что в итоге каждый из нас съел половине и у нас получил еще целая порция за 8 долларов суммарно качество и того и другого и свежесть была отличная по моему пересолено немного было и чуть-чуть переперчено пугает что это может скрывать не свежесть продукта но опять же он поэтому дешево и продавался потому что срок годности истекает сегодня на вкус каких-то недостатков замечено не было при том не то что знаете как он бывает почти испортившиеся и она какое-то чуть-чуть странноватая на вкус ничего подобного она прям прям клевое мясо и странно сравнивать нью-йорк и тбилиси но опять же еще вот недавно в тбилиси мне нужно было напрячься чтобы найти мясо как бы вот такое на вкус такое же мягкое такое же классно приготовленное и так же щедро наложенное тем более так что по дешевому питанию выходе все-таки есть блять это в национальной библиотеке выставка джей-зи это куб с его соответственно клипами а это тексты его песен чуваки это будет видос я вам клянусь блять это будет видос ребята огромная белка мутировавшая нью-йоркских гамбургер бывшая крыса нифига себе блин да там ветки ломаются короче прям сейчас в центре которая прям за мной происходит бесплатная раздача товаров для ну не то что не очень обеспеченных скорее для всех кому это надо и фича в том что там стоят чуваки на входе всем кто подходит и смотрит объявления мол раздача они ко всем подходят говорят слушайте что вам вам надо вынуждающиеся в одежде вынуждающиеся в каких-то вещах у нас там мол в подвале огромная куча этих вещей сразу консультируют мы с ними поговорили и пришли к тому что не очень этично было бы зайти и начать там снимать там лежали прямо хорошие вещи и там буквально был стол с демонстрацией это выглядит как знаете такая не то что элитная но по крайней мере распродажа в очень неплохом секонд-хенде то есть вещи прям хорошего качества и вещи довольно необычные то есть знаете не просто старые футболки а условно такая клёвая какая-то кожаная сумка я не разбираюсь в сумках но выглядит солидно типа знаете если бы я увидел такое в H&M в торговом центре я бы не удивился и по состоянию тоже друзья товарищи если что для меня это новое амплуа и сейчас вообще в настолько загруженные и супер перешокированные дни для меня не супер просто все это дело снимать я реально очень стараюсь поэтому если вам нравится что у меня получается плиз не искупитесь на то что подписываться прямо в процессе ролика если не подписаны ставить лукасы коменты и все такое мне это не для чсв нужно а для статистики вы мне всем этим очень поможете так что все виды активности и в том числе досмотра до конца изменит мою жизнь спасибо вчера после парка у меня не было сил записывать полноценный какой-то отзыв на первую нашу посиделку с американцами полноценную потому что честно говоря в принципе нахождение на улице и любое взаимодействие с окружающей реальностью воспринимается ну так как бы с трудом не то чтобы прям сложно в процессе у нас все в общем нормально с языком а именно вот когда ты возвращаешься домой после даже получаса на улице ты понимаешь как из тебя высасывает энергию то что все незнакомое ты постоянно наснорожен тебе для каждого разговора приходится напрячься в три раза больше чем для обычного ты повышенно за всем следишь 40 раз думаешь там условно перед тем как светофор перейти как-нибудь в магазине заплатить и все такое соответственно любая там проблема она тоже непонятно насколько она серьезна и как на нее реагировать короче сил тратится очень много и поэтому вчера после того диалога я был просто выжат и честно говоря я думаю в этом половина сложности миграции состоит что просто в принципе что угодно умножается по сложности но чё я хочу сказать по поводу самих посиделок возможно все это время в играх и фильмах люди говорили натурально знаете есть ведь какая-то такая штука что мы из-за того что все привыкли смотреть в дубляже у нас есть какая-то небольшая лояльность к тому что какая-то фраза сказана не к месту и все какие-то слишком ну вот знаете как будто есть одно дело переигрывать другое дело это переигрывать как обычно то есть у персонажа в кино они же всегда какие-то слишком яркие слишком говорливые какие-то нарочито своеобразные немного карикатурные даже если фильм не смешной именно знаете докрученные образы по киношному возможно все это время они были реалистичными потому что вот мы сидели с чуваками там была девочка из техаса чувак не помню откуда но который офисный сотрудник но пробует себя в стендапе и это все были какие-то настолько архетипичные карикатурные персонажи то есть не до смешного но в плане что ты его видишь и ты реально немного охуеваешь от того вообще ну ну что это за перс и в плане разговора конечно есть какая-то разница и какие-то определенные непонятки какой-то языковой барьер но в общем все равно мы же понимаем что они говорят и это все реально их реакции и то как они условно тему переводят то как они какие-то темы обшучивают это блять чисто кино ребят вообще я думаю это приезд в скором времени я сам начну когда так же изъясняться но пока что жестко впечатляет для нас сегодня очень важный день мы наконец-то переедем мы капец как этого ждали и я понимаю что ну все таки вот получившееся видео у меня из первых 7 дней в нью-йорке оно будет во многом именно про самые первые ощущения то есть если вы хотите узнать прям что-то про нью-йорк то подождите моих следующих видео ровно как если вы хотите увидеть какую-то прям сформированную позицию потому что я понимаю что вот только когда мы уже заедем во что-то снятое хотя бы на два месяца это даст мне возможность посесть и собраться с мыслями потому что ребят сейчас вот вы там это смотрите в районе часа я здесь неделю но в плане какой-то шоковости и новости оно все еще для меня на том же уровне вот таких размеров комнату вы можете снять в районе астория в замечательном городе нью-йорк я не знаю запишет ли это айфон или нет но вот в этой комнате когда сидишь постоянно слышно такой знаете работает какой-то промышленный вентилятор и работает постоянно и фишка в том что это открыто окно и это всегда так одна комната квартире с еще тремя людьми кроме нас двоих которые находятся на третьем этаже без лифта по узкой лестнице из двери которая находится аккуратно между двумя ресторанами 1800 долларов безусловно это абсолютное безумие но знаете сегодня с нами в парке просто так начал разговаривать мужик если вы ожидаете что это был какой-то сумасшедший или бездомный то нет это был весьма благородный мужик который ему ну наверное ему за 60 лет но он именно из тех кого за 60 но он при этом супер бодрый почему я думаю что ему за 60 потому что он говорил что его браку уже 52 года при том что начал разговором с фразой в семидесятые мы одевались также как вы чуваки сейчас мужик приценил одежду настя это что у меня ванцы в клеточку и проассоциировал это со своим временем и просто решил с этого начать разговор мол чуваки вы классно одеты дальше пригласил нас на гаражную распродажу которую у него будет и то есть для него это выглядело так что он буквально такой о какие-то стильные молодые чуваки а у меня как раз гаражная распродажа дома но я им предложу и я почему вспомнил эту ситуацию потому что чисто в процессе разговора про нью-йорк и вообще про страны и про то как вы здесь оказались там ля-ля-ля ну такая обычная беседа в процессе этого он пробросил тоже что пробрасывает очень много кто я это очень много раз слышал что да знаете я приехал сюда у меня вообще не было денег вообще но здесь растут здесь все растут это буквально то что он сказал и переключился на что-то потому что для него это было какая-то вообще прописная истина и в сущности вся моя ставка на то что это не миф потому что с такими ценами я реально я просто обязан вырасти я сегодня покупал каждый кусок пиццы за 300 рублей по нынешнему курсу то есть я потратил 600 рублей на два куска пиццы и такой о я дешево поел сегодня знаете безусловно в этом есть романтика и конечно в огромном просто количестве я в какой-то момент начал видеть и теперь не могу раз видеть связь с сериалом как я встретил вашу маму он в принципе я его смотрел много раз и все это время я его смотрел как бы в недостаточно взрослом возрасте для события этого сериала сейчас я понимаю что я вот именно в начале сериала сейчас получается я не уверен что там ровно так по сюжету но они как раз закончили колледж и начали жить в нью-йорке и арендуют квартиру совместно с другими людьми потому что у них нет на этот день возможно я опять пересмотрю как я встретил вашу маму я кстати к чему это вспомнил это не подводка к интеграции я сейчас буду говорить про английский но это никто не купил это смысле я правда так думала вот следующие пару минут я в грузии находясь в маниакально депрессивно загруженном состоянии в какой-то момент знаете вот в один из этих порывов к саморазвитию когда вы чувствуете себя недостаточно хорошим человеком что вы не справляетесь жизнью чтобы полный пиздец в один из таких моментов я пообещал себе прокачивать свой английский опять же не мантра не интеграция реально так было окей вместо дум скроллинга и просмотра просто тонны стримов на ютубе какой-то полнейший хуйни которая тебе уже самому не интересно но стримы просто расслабляющие вместо этого я стал пересматривать свои любимые сериалы на английском и за лето тогда успел пересмотреть половину друзей и целиком как я встретил вашу маму целиком на английском у меня в начале лета был такой левел что мне прям некомфортно было смотреть просто так я смотрел с русскими субтитрами но за счет того что смотрел я это так как обычно смотрю ютубчик на фоне то есть пока готовлю еду и всякое такое у меня в большинстве случаев я в основном слушал но слушал я то что и так понимаю и вот за лето просмотра сериалов таким образом я прокачался до того что сейчас я в принципе ну вот я смотрю кино с английскими субтитрами и я могу смотреть без субтитров там много может быть действительно слов которые я не знаю но из контекста в основном понятно и там из разряда последнее что я видел сериал хайджек захваченный рейс и знаете я вот там весь сериал понимаю типа 95 процентов произнесенных реплик потом там есть сцены заседания правительства начинается речь политиков и я понимаю 50 процентов только основное направление и следующим этапом моего изучения будет то что я попытаюсь здесь записаться на бесплатные занятия это для меня будет и социальное взаимодействие новые социальные контакты и заодно изучение английского к чему я рассказал про свое лето к тому что чуваки скорее всего для вашего лево английского да на котором вы его знаете есть свой способ потреблять медиа контент то есть если вы знаете совсем хуёво да вот там буквально еле слова знаете подпишитесь на какой-нибудь английский паблик с мемами и пытайтесь переводить или любите twitter типа переводите твиты вы же можете читать перевод почитать оригиналов и условно пытаться ну понятно что заставляйте в какой-то степени но просто заменить часть контента который вы ежедневно потребляете немножечко и английского собственно если у вас уровень лучше то заменяйте сериалы если уровень совсем лучше то заменяйте друзей и в момент когда я в очередной раз пересматривал как и встретил вашу маму на целиком на английском я вообще не грезил об америке даже реально я не не помышлял я просто это делал на случай полного пиздеца в мире в ядерном апокалипсисе мне нужен будет английский язык однозначно так что чуваки чего бы вы в жизни не хотели и как бы это ни казалось невозможно далеко я вам рекомендую хотя бы по чуть-чуть но уже прям сейчас действовать так и жить интереснее короче конец шестого дня в нью-йорке в своей комнате арендованный на долгий срок в хорошем районе если очень вглядеться из окна видно маншетом и это неплохой результат надеюсь седьмой день будет какой-то прям охуительный узнаем прямо сейчас блин я сейчас утренний страшный быстро скажу мысль пока не забыл которая очень важна и которую явно дохуя кто не понимает когда смотрят мои блоги потому что реально я вот прямо сейчас получаю комменты про то что бля чувак амон доллар обесценивается инфляция там все стоит дороже бля чувак цены поднялись в америке ты уже ничего не сможешь себе позволить ребят вообще нет то есть мы уже видим людей которые вот совершенно обыкновенные с которыми мы успеваем здесь знакомиться и если представить что ты можешь себе позволить вот то что здесь просто в магазинах продается да то есть доход в полтора два три раза больше чем у нас это все еще низшая планка дохода в нью-йорке даже если ты живешь на низшей планке дохода в нью-йорке и в америке вообще да но у тебя какой-то доход есть чуваки доступность того что вам вот можно получить она невероятная почти все что считается у нас каким-то элитным там начиная от чипсов вот что принял здесь принял зато вообще не что-то необычное они стоят так же как обычные чипсы это можете позволять каждый день каждый человек то же самое относится к нутеллам каким-то на фирменным штукам из супермаркета знаете типа там кофе и старбакса все вот это она супер доступная берешь каждый день и это американская тема с тем что у тебя супермаркет это блять время приключений она доступна каждому то же самое я там вам еще расскажу про amazon но то что вы можете получить на амазоне блять там куча вещей смотришь и это даже по российским меркам недорого я выбирал себе компьютерные кресла и небольшой стол комплект если скорее всего возьму за 150 долларов по нынешнему курсу 15 тысяч рублей я в россии блять одно кресло ты же 17 куплю неизбежно стол тоже но стол новый за 5к найти да насколько это возможно напишите в комментах здесь тебе его еще до двери довезут и вот что тоже безоценочно но это просто прописная истина доступность благ и услуг здесь на нынешнюю зарплату даже самую хуёвую даже с учетом всех но это небо и земля по сравнению с постсоветскими странами просто невообразимо там чё реально написано шу репейер миша худа фак из миша мы сейчас приближаемся к центру парку общественные пространства пошли пошли поехали ребята это блять улицы центра нью-йорка д д как я рад что родился в эпоху когда это модно и круто все засаживать и все облагораживать а не просто захерачивать стекляшками уау да блять там даже на крышах деревья это централ парк централ парк в сущности является наверное самый ну не то что жирной точкой но знаете очень серьезным ходом в сторону озеленения потому что понимаете весь ландшафт который здесь есть вот там какие-то камни лежат там вот углубления тут вроде три или более водоемов и суть в том что все это сделано людьми то есть огромные силы брошены чтобы создать искусственное крутое пространство в районе города в котором к тому моменту уже как бы все было застроено и казалось бы уничтожено и это удивительно насколько действительно много здесь активностей и мы идем по нему буквально три минуты здесь есть собственное движение со светофорами все мосты как-то по-своему называются имеют собственную историю но есть база как шаржисты и все в этом духе но еще интереснее здесь смотрятся американцы и именно их быть ну вот к вопросу о составлении пешеходного маршрута мы разминулись с этой дорогой где все на колесах на входе сейчас снова пересеклись с ней и мы идем на шару мы просто вошли в центральный парк и идем в определенном направлении и естественным образом нас дорожка заводит под построенный мост под эту дорожку это все выглядит ну как бы вот как будто она само собой реально как на ландшафте еще одна белка как фига белок да но на самом деле это офигенно продуманная система это классическая американская карусель посмотрите насколько серьезно организовано вход и выход какая верхушечка и здесь матрешки продают ох блять родиной запахло в этом и есть просто натурально смысл централ парка что дать людям которые поняли что мегаполис это своего рода ловушка возможность почувствовать себя человеком в нем то есть типа да ты заперт в бетонной коробке но у тебя есть вот такая штука прям под окнами и и мы способны мол совместить одно с другим что наши там мега амбиции строить супер стекляшки совместимы с нормальной жизни в живой природе пионером то бишь первопроходцам в женских правах в чем собственно состоит эта ключевая мысль про американцев что ты особенно и и чувствуешь в местах которые имеют какую-то идеологическую зарядку что именно на интернациональности и безусловной толерантности к любой твоей культуре к твоим идеям ко всему остальному то есть если ты согласен жить по правилам нашей общины то есть в первую очередь не лезть в свободу другого то ты сам волен делать у себя все что угодно и поэтому здесь даже те кто не ассимилируются как вот там ортодоксальные евреи которые живут своем квартале или русские на брать бич которые не учат английский они тем не менее живут и невозможно представить что они будут каким-то образом так ладно девочка поет короче на твою свободу никто не наступит потому что в этом сам смысл вообще существования этого государства и да безусловно у этого государства было в истории куча моментов когда они наступали на чужую свободу будь то история колонизации самой по себе будь то более современной истории с военным вмешательством это все обсуждалось осуждалось и в итоге часть из этого на самом деле большая часть из этого признавалась неприемлемым и признавалась стыдной частью истории америки потому что здесь это можно и нужно сказать и все по любому поводу говорят и понимаете вы идете через эти невозможные небоскребы в сторону централ парка проходите через коламбу серкал то есть автомобильная круглая развязка где стоит высоченная статуя колумба и мимо вас ежеминутно проносятся люди знаете 20 национальностей на квадратный метр просто площади на квадратный фут и без иллюзий кто такой был колумб да он тоже был колонизатор ну короче длинная история америки состоящая из разных несвобод которые однако же по итогу дают то что мы видим сейчас и это удивляет и я надеюсь я смогу долго проехать на этом топливе там ездит женщина на гироскутере и со змеей и предлагает тебе подержать змею демократия которую мы заслужили нет вот такого я никогда не видел когда мне было лет 10 у меня была красноухая черепаха такая же я была маленькой не могла за ней ухаживать и я дала ее бабушке на передевку это уезжали неважно суть в том что когда я вернулась и не хотела ее забирать она вдруг это исчезла и бабушка сказала в шутку но тогда я не поняла шутка что да я ее волгу выпустила и вдруг это была не шутка и где-то здесь сейчас централ парке плавает моя черепаха нюша я уверена что это так нюша это ты откликнись офигенная фишка можно купить надпись о ваших именах на плитке в централ парке или даже вот такую большущую штуку при этом ну ты думаешь за них не заплатили ну и посередине просто это типа не как это знаешь на замке написать нет но тут не посмертный тут в честь отношений есть always be in our heart we love you а нет ну там было we meet here и все вот в этом духе ну ладно наверное да в честь ваших отношений или в честь тут хэштег настя ну ладно справедливо возможно это посмертный хэштег потому что хэштеги умерли уже да и можете по ходу вообще любую надпись сюда нанести и при этом это вообще никак не портит общий внешний вид парка офигенно сделано не знаю что значит аукшиллери но тут указан твиттер полиции нью-йорка я скажу честно я ничего не ожидал от американского макдональдса но здесь есть наушники для кого а для слепых получается людей здесь можно взять и с помощью приложения типа отсканить код войти и тогда у вас тут будет доступен раздел recent and favorites то есть ваши любимые заказы в маке можно будет сразу выбрать то комбо которые вы всегда берете и специальные приложения для вас я это потом протещу ладно я не ожидал в макдональдсе играет мастеров парк это конечно сейчас завирусилась в тик токи однако тем не менее нихуя себе знаменитый четверть фунтовый бургер у нас он вроде royal называется о май гад и коробка видите под переработку мне всегда в россии казалось странная история что вот ты ходишь в большинство рейстиков или там в любые места и мало где прям указаны калории заходишь в макдональдс вместо самой нездоровой едой у тебя там до мельчайших подробностей все расписано мне это казалось каким-то странным знаете маркетинг что мол скрыть за вот этой вот расписанностью калорий в которых все равно большинство не разбирается то что на самом деле это еда сверх нездоровая о чем мне казалось все знают но когда видишь это в америке понимаешь что это своеобразный баланс одного безумия другим одного помешательства против другого потому что действительно есть тема что вам продает вообще хуй знает что под видом дешевой еды доступной а тут макдональдсе есть прямо специально опция мол еда за один за два или за три доллара и плюс везде написаны калории и в том числе есть опции как например чай вообще без сахара холодный чай естественно в америке горячие особо не пьют и там написано 0 калорий и это действительно просто холодный чай вообще без сахара на вкус стран там в этом плане тоже типа то что нету полноценной чайной культуры все-таки сказывается потому что но очевидным решением было бы заварить здесь не черный обычный а заварить зеленый с каким-нибудь там женщинем жасмином и т.д и это гораздо лучше на вкус ощущалось однако тем не менее это вот безумие с едой компенсируется тем что на это очень много кто нажаловался снялся поворотный вообще для истории здорового и нездорового питания в америке фильм двойная порция который стал популярен всех напугал до усрачки из-за этого макдональдса и остальные фастфуды ввели салаты и всякое такое и вот сейчас спустя не знаю сколько прошло лет 10-15 наверно с того момента мы имеем прям прямую возможность собирать рацион прям по калориям там иногда даже в рекламе кумба заранее калории написанное чтобы вы не смогли обвинить макдональдс в том что вы как-то вот случайно на нем отожрались ничего не случайно мы вам вот каждую калорию сообщили и когда опять же задумываешься над тем что ты тут каждый день ешь это уже и кажется полезным интересная тема сейчас макдональдсе серия фичард и здесь написано где снимался этот стакан макдональдса здесь из того что прям все знают офис сериал форсаж реально какой-то фильм про ран дмс пейс джем это я знаю это мультфильмы да с этими с да с баксом бани и компанией и много всего другого это паром отличный способ передвигаться по нью-йорку он довольно часто ходит если у него классно успевать вообще супер но мы не успели на пару минут нам только на входе сказали что есть приложение или дохуя лет покупать в автомате с очередью вот паром собственно без нас ушел следующий паром через 40 минут мы тупо хуй пожевали и вот после этого момента у меня разрядился телефон и мы поняли что сели не на тот паром промежуток между паромами примерно 30-40 минут между каждым и мы еще умудрились уехать вернее уплыть вообще в другую сторону паромой это вообще офигенная штука для нью-йорка потому что они решают одну из главных проблем это пересечение именно водоемов которые тут есть и собственно у них есть расписание что действительно очень круто они ходят минута в минуту то насколько четко отрабатывают эти чуваки на огромном судне на огромном пирсе при этом на течение всегда есть и там и сам паром подпрыгивает и сам пирс вот так вот немного качается но при этом это все крупные массивные конструкции которые работают очень четко и приходят минуту в минуту супер круто но нихуя вообще непонятно там смотришь на маршрут и казалось бы не сложно но при этом сориентироваться на самом пирсе когда там несколько разных очередей и по какой-то логике люди даже в рамках одной очереди могут стоять или двигаться короче блять нью-йоркский транспорт нам еще предстоит освоить я сегодня честно говоря глобально был вообще в тяжелом расстроенном настроении половину дня потому что опять же чуваки и миграции это сложно вот мы сейчас вселились микроскопическую комнату вдумайтесь я заказываю стол на амазоне который ну вот вот понимаете блять какой ширины должен быть этот стол и в этот унизительно маленький стол я вкладываюсь потому что это скорее всего моя реальность на ближайшее время то есть даже если я съеду отсюда скорее всего в следующее место куда я съеду там тоже не будут императорские хоромы поэтому унизительно маленький стол мне весьма пригодится к сожалению унизительно маленьких кресел не изобрели поэтому у меня будет мелкий стол обычных размеров кресла и таким образом в этой комнате останется не знаю два метра по которым можно вот пару шагов сделать при этом за окном постоянно что-то шумит я постоянно чихаю сам город очень высасывает силы из-за того что новые случаются постоянные проебы и т.д. и честно морально тяжело знаете что во первых в мою иммиграцию в грузию мне было гораздо тяжелее во вторых ну действительно оглядываясь просто даже на свои записи в этом влоге я думаю блин да я много всего успел у нас насти много чего получилось и для первой недели результаты весьма неплохие у нас без лишних незапланированных эксцессов получилось найти себе место где жить разобраться с устройством города перемещением по нему питанием на элементарном уровне и даже заказать первую мебель я еще сказал себе очень дешевые часы потому что свои потерял однако как я и говорил в одном из кусков пару дней назад конечно целостного впечатления у меня вообще нет реально вот ребят будет целостное впечатление когда у меня появится возможность хотя бы пару раз походить по этому городу в одиночестве с музыкой когда мне при этом не нужно никуда супер экстренно хуярить за 7 дней такой возможности у меня точно не было но однозначно будет и однозначно впереди еще куча всего интересного так что товарищи подписывайтесь на канал ставьте колокольчик пожалуйста подписывайтесь на мой пусть и или патреон чтобы получить доступ в закрытый паблик где рекомендую музыку если вы не знали чего послушать я вам такого нарекомендовал уже дофига там огромная библиотека постов за огромное количество лет существования реально его лет 5 наверно уже виду и вы можете там найти и музыку и кивища и книги и фильмы закрытый паблик просто охуевши клёвый поэтому не стесняйтесь поддерживать меня подписываться покупайте футболочки всех тисей на переходите в мой инстаграм короче у меня куча шикарных соц сетей все они ждут вас по ссылкам в описании спасибо что смотрел ты знаешь где кнопка подписки